Ситуация абсолютно трагическая. Вы видите позади меня эту машину. Французский Алый Плюс. Центр по борьбе с КДВ, парковку по борьбе с КДВ, приемную по борьбе с КДВ. Именно здесь принимается определенное количество молодых людей, которые находятся в контакте, обследованные позитивно и которых помещают сюда в этот центр этого учреждения, являющегося сельскохозяйственными учреждениями, которые были переоборудованы по этому случаю. Своего рода золотая тюрьма с ограничениями абсолютно везде. Молодые люди, которым запрещено выходить на улицу, которые полностью изолированы от остальной части заведения. Там, кажется, есть молодые люди, очень молодые, летний лагерь, которые находятся там в правой части. Если они решат, они ставят молодых людей рядом со случаями проявления КДВ и положительными. В положительной части пациенты с КДВ не имеют права выходить на улицу, не имеют права видеться со своими семьями. Вы увидите репортаж, который мы сделали, и увидите все, что будет дальше. Мы сейчас же отправимся туда, и я возьму вас с собой. Итак, они заперты здесь из-за КДВ? Да, из-за КДВ. Это иная зона. Его реквизировало государство, чтобы превратить его в крайнюю зону для людей, возвращающихся из отпуска. А сюда свободный доступ или нет? Нет, нет, даже в колонию нельзя попасть свободно. А, хорошо, и почему? Ну, из-за КДВ. Из-за КДВ? То есть, кстати, детей здесь держат заперти? Ах, нет. Они свободны. Весь сайт для них. Они делают все, что захотят. Они его арендовали. А родители могут к ним приехать или нет? Я вообще не знаю. Я не тот, кто управляет зоной. Обратитесь к заинтересованным лицам. Они вас проинформируют. Заинтересованное лицо там? Должно быть, но я не знаю. Но на самом деле сайт, он не открыт для публики. Они возвращаются из отпуска, сейчас... Карантин. Это хочет государство, а не мы. Значит, люди, которые, как говорят, больны, помещены туда на... Карантин. На самом деле это позитивные, только позитивные. Значит, положительных вы запираете здесь? Это не я. Да я не тот, кто управляет центром. Этим занимается Алый Плюс? Да, я не имею ничего общего с управляющей. Хорошо, спасибо, сэр. Доброе утро. Вы здесь из-за КДВ? Нет, мы здесь как аниматоры, поэтому мы не несем ответственности за это. Хорошо, а у вас здесь есть кто-нибудь? У вас есть люди, которые больны КДВ? Ах, нет, это там. Не наш дом там. И как нам попасть туда? Вам просто нужно обойти. Извините меня, на самом деле есть люди, которые больны КДВ и находятся там заперти, не так ли? Да, мне кажется, да. Я думаю, что это так. Они заперты, не так ли? На открытом воздухе, но они не имеют права выходить на улицу, верно? Да, посмотрите, там есть ограниченная зона. Там разграниченная зона? Им нельзя выходить на улицу? Родители они могут приехать навестить их или нет? Ну, мы не оттуда, так что на самом деле мы не знаем. А чем, собственно, вы занимаетесь? Мы летний лагерь, у нас нет времени заниматься этим. Хорошо, но вы же знаете, что напротив официально действительно есть молодые люди, которые больны КДВ? Да, но мы никогда не видели. Вы увидите прямо по соседству, есть куча барьеров. Мы никогда не видели, чтобы они выходили. И откуда вы, собственно, знаете? Как вы узнали об этом? Да, мы видели перфекта, и там высадился Алый Плюс. Так, они говорят, что берут молодых людей, потому что больны КДВ, и немного отделяют их в сторону. Наверняка, но это не наше дело, так что мы не будем этим заниматься. Мы не знаем, есть ли молодые люди. Не знаете, молодые ли это люди? Ах, нет. Нам просто сказали, что это люди, у которых в случае с Женей КДВ. И мы поместили их сюда, на картин. Вы что, не видите, кто приходит, то уходит? Нет-нет, кроме Алого Плюса. Они часто ходят по кругу, чтобы понаблюдать. Короче, не знаю. На самом деле за этим следит Алый Плюс? Наверное, потому что, смотрите, там стоит грузовик Алого Плюса. Он там? Тогда мы пойдем посмотрим. Спасибо. Извините, я только что разговаривал по телефону с директором заведения, и он сказал, что заведение закрыто для публики, и что ношение намордника обязательно. Даже на свежем воздухе? На этом месте? Алый Плюс, автомашина Алый Плюс, смотри, замаскирован. Их надо заставить снять маскировку. Они разграничили, мы очень хорошо видим разграничения там. Хорошо видно, там написано табличка КДВ. Мы будем следить за стрелками. Здравствуйте. Привет. Что именно входит в прием, связанный с КДВ? Мы принимаем людей, которые находятся в контакте, или у них КДВ Плюс. Хорошо, хорошо. КДВ Плюс, что значит? КДВ Плюс значит, чтобы они были положительными. Например, здесь их 30, которые находятся там, с КДВ Плюс. Так они что, спят здесь в комнатах, что ли? Да, они спят в комнатах, так как здесь школа-интернат. Поэтому они спят в отдельных комнатах. Они могут выходить на улицу, заниматься спортом или чем-то еще, но в намордниках. Они по большей части молоды, да? Да, от 20 до 25 лет. А моложе никого нет? Потому что я слышал, что здесь люди помоложе. Нет, нет, не сейчас. Не те, что у нас были. И они имеют право видеться со своими родственниками? Нет. Значит, они фактически изолированы от своих родителей? Да. И их размещала здесь префектура? Совершенно верно. Их забирает префектура и принимает решение разместить их здесь? Совершенно верно. И как они на это реагируют? Ну, еще они молодые люди, совершеннолетние, все в порядке, думаю. И как долго они в среднем остаются здесь тогда? Неделя. Они пробудут здесь неделю, а что будет после этого? Как они выйдут наружу? Да. После этого нужно сдать анализы. И если они будут отрицательными, они могут уйти. И если они все еще положительные, они остаются. Судя по всему, есть которые на самом деле тут давно. Да, если клиент приходит, и через неделю он все еще положительный, остается еще 10 дней. Но на самом деле мы их тоже не принуждаем. Да, но на самом деле это что-то вроде тюрьмы. Нет, но это просто термин. А вы лично как реагируете по отношению к этому? Вы считаете это нормальным? Ну, есть протокол, который нужно соблюдать. Мы делаем свою работу. Но почему они остаются здесь, а не с семьей? Это надо спросить в префектуре. И каков профиль этих молодых людей, которые здесь находятся? Это студенты, безработные, люди с улицы? О нет-нет, это молодые люди, которые работали в кемпинге. Похоже, они не смогут увидеться со своими семьями. И вы действительно подтверждаете, что оказавшись здесь, они не смогут увидеться со своими семьями? Нет, но они могут позвонить им по телефону. Звонить им, но не видеться с ними? Нет. Я полагаю, что для них это должно быть трагично, такая ситуация. Им вдвойне больно. Горько в прямом смысле этого слова. Да, да, именно так. Да. А когда они вернутся в школу, говорят, что всё ускорится, будет намного больше? Вот этого я не знаю. Вы всё-таки планируете дополнительные комнаты? Это всё по приказу префектуры здесь регистрируют. И усердно будут искать молодых людей. На самом деле их привозит сюда Алый Плюс? Не знаю, но они изо всех сил пытались набирать сюда людей. Если бы это было легко. Большое спасибо, мадам. Просто нам приходило много сообщений, что родители не могут видеться со своими чадами. Спасибо, мадам. Спасибо, мадам.